Эти кадры сняты за несколько недель до празднования 60-й годовщины победы над фашизмом. В 2005-м Михаил Дмитриевич Иванов, дважды раненый фронтовик, прошедший всю войну от начала и до водружения знамя над Рейхстагом, в последний раз дает интервью. Вспоминает, с каким настроем сотни тысяч советских солдат тогда уходили защищать свою родину. Одни плакали, другие, немцы, мы их шапками забросали. Сразу так шли. А как он-то был вооружен, а у нас винтовок не хватало. Двое-трое человек на одну винтовку. Еще в 17 лет Михаил Иванов ушел на фронт, а уже в 23 вернулся в родную Кустанайскую область из Германии победителем. Он тогда спешил к своей любимой Нине. В гости к Нине Ивановне спустя 12 лет после смерти ее супруга мы специально пришли в солдатской форме, чтобы помочь ей вспомнить не только тяжелые военные годы, но и молодость, и, конечно, любовь. Здравствуйте, Нина Ивановна. Ой, мой еленький. Праздник у вас. Спасибо. Как здоровье у вас. Слава тебе, Господи. С порога женщина-ветеран вспоминает, как в 41-м забрали отца, и как ее Миша уходил с двумя братьями, на которых почти сразу же пришли похоронки. Не разговаривайся, жена. Ага, все, а чистый-чистый готовился. Как-то на военного лучиках уже. Да? Мышка, уходи отсюда. А дайте сюда, вот детство просторное у нас. Тут у нас слава богу, мы сюда приехали. У меня сынок. Сильный зять хороший. Тут, может, я знаю. Помогает, помогает. Все делает. В разговоре Нина Ивановна делится с нами своими воспоминаниями о детстве и теми страшными событиями, которые она видела, еще будучи совсем ребенком. Папа у меня пришел с войны, выше колена, ноги нету правой. Вот такая маленькая культя, ногу нельзя было привязывать. Даже на костылях и умер в 81-м году папа умер. Вспоминает, как жили на станции Аман-Карагаев, Землянка. Там же Нина Ивановна, 16-летняя девчонка, училась и трудилась в маленькой школе. Четыре класса только кончила в этой школе. Все эти четыре класса вы убирали? Все четыре убирала там и стопником, и дрова, и уголь. А потом света не было, пузыри вот эти чистились. Страшно тяжелая была работа. В руках фотография мужа, с которым вместе прожили более полувека. Со своим Михаилом Нина Ивановна познакомилась уже после войны. Всю свою жизнь она помнит его подвиги в сражениях. Эту газету хранит уже более десяти лет. В ней статья о солдате Михаиле Иванове, прошедшего Курскую битву. В ожесточенных боях разведгруппа под его командованием однажды взяла языка. На подобные задания в эту ночь были направлены десятки разведгрупп. Но вернулись немногие. Среди тех, кто справился с задачей, была группа Иванова. Ну, это вот мой дедушка был там. У семьи ветеранов шесть внуков и десять правнуков. Нина Ивановна окружена любовью и заботой. В нынешнем году с портретом своего деда в бессмертном полку пройдет его внук Андрей. Память о героях будем хранить и мы. Антон Сазонов, Олег Басарыгин. Специально для новостей.